Заметки Электрика Заметки Электрика Два экземпляра заводского исполнения Кабельный нож металлист Порой даже приходилось пользоваться канцелярскими ножами То есть в инструменте данные ножи у меня всегда со мной присутствовали. По роду своей деятельности мне приходится довольно часто и много разделывать силовые и контрольные кабели. Конечно же за такое количество лет я приноровился работать перечисленными выше ножами. Но тем не менее возникал большой риск повреждения жилкабеля при разделке. Особенно если работать в условиях плохой освещенности или в местах с постоянной вибрацией и тому подобное. Нет-нет, да иногда повредишь немного жилу. Итак, прочитал в интернете множество отзывов и рекомендаций по ножам с пяткой для снятия изоляции от разных производителей. Читал про Книпекс, читал про КВТ, читал про Шток, читал про Хаупу и еще множество различных китайских экземпляров, про которые даже упоминать не хочется. В итоге я остановил свой выбор на монтажном ноже с пяткой МАИ-01 от компании КВТ. Почему именно КВТ? Ручным инструментом КВТ я пользуюсь достаточно долгое время и в основном имею у них только положительные эмоции. Вполне достойный и качественный инструмент за приемлемые деньги. Перечислю некоторые из них. Вот у меня имеются в наличии пресс-клещи ПКВ, ПКВ К6 для втулочных наконечников типа НШВИ. Имеются пресс-клещи для медных наконечников и гильз ПК-16У. Это уже серия с усиленной 16У. Еще есть такие же подобные, только не усиленные. Эти уже можно применять для однопроволочных жил. Также у меня еще имеются от КВТ секторные ножницы НС-32 для резки кабелей. Ну вот теперь еще и нож с пяткой МАИ появился в моем арсенале. Ну и второй немаловажный момент, это приемлемое соотношение цены и качества. Стоимость монтажа на момент снятия видео составляет около 800-900 рублей. Вот его внешний вид. Кстати, внешний вид ножей с пяткой, что у КВТ, что у Шток, что у Хаупы полностью одинаковые. Прямо все близнецы. И отличается лишь названием бренда, который здесь вот пишется, и ценой. Но почему-то у КВТ самая низкая цена, хотя по качеству я думаю, что не все примерно одинаковые. Длина ножа без учета защитного колпачка составляет чуть больше 19 сантиметров. Нож достаточно легкий, его вес составляет около 116 грамм, почти как сотовый телефон. Он имеет изолированную прорезиненную рукоятку с ограничителем от рабочей части ножа. Нож очень удобно лежит и не скользит в руке. На рукоятке ножа в этой области имеется рифленая поверхность, что тоже очень удобно в работе. Например, упираясь в него большим или указательным пальцем. Это кому как удобнее пользоваться. Для защиты лезвия в процессе транспортировки или хранения имеется вот такой защитный колпачок. Правда, несколько большеват по сравнению с тем же ножом от Книпекс. Колпачок одевается на рабочую часть ножа и плотно фиксируется. У ножа несколько слов про режущую кромку. У ножа имеются две режущие кромки, с помощью которых можно разделывать оболочку кабелей в обе стороны. То есть вот кромка и вот кромка. На стыке этих двух лезвий приварена специально изогнутая шлифованная каплевидная пятка. Скорее всего, поэтому эти ножи так и называют нож с пяткой. В принципе, пяточка приварена в данном экземпляре достаточно аккуратно и ровно. Не знаю, здесь вот видно будет, не видно. Шов сварки зашлифован. По отзывам в интернете читал, что люди жаловались на криво приваренную пятку. Но мне попался более-менее нормальный экземпляр. А теперь поговорим о том, чем же так интересен нож с пяткой и почему его все поголовно стали приобретать. С помощью этой каплевидной пяточки можно легко и непринужденно снимать внешнюю оболочку кабеля. Но самое главное то, что практически без риска повреждения и изоляции самих жил. Пятка упирается в жилы кабеля и скользит по ним во время разрезания оболочки боковыми лезвиями ножа. Тем самым полностью исключая повреждения жил при разделке. Про достоинство ножа я сказал. Хочется еще сказать несколько слов про его недостатки. Дело в том, что по сравнению с тем же Книпексом у данного ножа относительно большая пятка. Поэтому им несколько проблематично разделывать кабели, например, 2х1,5х2,5х2,5х2 или круглые кабели и провода типа ПВС, Нюм и тому подобное. А вот плоский кабель типа ВВГ 3х1,5х2,5х3,4х2,5х2,5х2 и тому подобное нож разделывает как по маслу. Ну, об этом сейчас мы перейдем к практике скажу. По заточке пока не могу ничего сказать, так как эксплуатирую нож всего около 3х месяцев. Время покажет, как долго держится. По зазубринам и залусенцам их тоже пока нет на лезвиях. Ну, говорю, эксплуатирую нож пока еще около 3х месяцев, но достаточно активно. Зазубрин и залусенец на лезвиях пока не наблюдаю. Их пока нет. Нож как бы редко когда срывался или ударялся от какие-то поверхности. Медь я им не режу, не разрезаю. Поэтому стараюсь лезвие беречь именно для разделки оболочки кабеля. Пользоваться ножом очень легко и непринужденно. Делаем небольшой надрез для входа пяточки в оболочку. А далее ведем нож вдоль кабеля. Вот видите, нож в пяточку вошла под оболочку. А дальше... И поехали. Готово. Все, оболочка. Кабель разделан. Вот, хватит, вот отрежу пока. То есть тоже делаем небольшой надрез. И повели. То есть пяточка упирается в жилы. Не дает их повредить. А боковые лезвия режут саму оболочку кабеля. То есть вот и идет спокойно. Готово. Иногда бывает затруднительно загнать пяточку под оболочку. Поэтому приходится пользоваться утконосами. Зажимаем ими кабель. И слегка надавливаем. Между жилами и оболочкой образуется зазор, куда уже с легкостью помещается пятка ножа. Ну а дальше аналогично введем нож вдоль кабеля и готово. Как видите, оболочка отлично прорезается без заминаний. Идет ровный надрез. Ровно, легко и просто. Как я уже говорил, можно разделывать кабель в обоих направлениях. Мне удобнее разделывать кабель вперед от себя. Да и это несколько безопаснее, чем вести нож к себе. Лезвия ножа достаточно острые, поэтому будьте аккуратны. Да, кстати, это был кабель ВВГ 3х1,5. Так, вот еще нашел кусок 3х2,5, плоский. Вставляем пятку и поехали. Готово. Так, идем дальше. Треужильный кабель 3х4, ВВГ. Круглого сечения. Аналогично, делаем надрез. И зачищаем. Готово. Вот еще один пример. Это кабель 4х2,5. Круглого сечения. Контрольный кабель. Загоняем пятку под оболочку. Вот, загнал. Все, и поехали. Легко разделывается. Готово. Дальше можно применить клещи для снятия изоляции. Уже самих жил. И подключать там розетку, выключатель там. Любое оборудование. Это, кстати, мои клещи. Книп их 12-40-200. О них у меня снято отдельное видео. Ссылочку я размещу в углу. Очень мне нравится. Работает, служит. Нареканий пока нет. Ну, немножко, конечно, появились здесь. Заусенки, зазубрины на лезвиях ножа. Ну, я их одно время начал снимать изоляцию. Снимал 6 из 10 квадратов. И как бы там усилия большие. И немножко не жалел их. Сейчас с ним работаю ими исключительно до 4 квадратов. Ну, очень редкой шестеркой. Вот. Десятку разделываю уже обычным ножом. Вот еще, для примера, нашел ВВГ 2 на 1,5. Вот такой вот тоненький, вот такой плоский. Ну, в принципе, и так понятно, что он разделать, наверное, здесь не получится. Потому что ширина пятки практически равна ширине оболочки кабеля. То есть, куда он тут зайдет. Вот, вроде и зашла немножечко. Нет, пошел. В принципе, вот потихонечку идет. Нашел еще один кабель. 3 на... Ой, 4 на 1,5. Круглый контрольный кабель. То есть, очень тяжело идет. То есть, вот такие вот уже кабели разделывать очень тяжело. То есть, тут места для пятки практически нет. Лучше не мучиться использовать стандартные, обычные ножи. В общем, какой вывод можно сделать? Очень удобно и очень просто разделываются плоские кабели. Такие, как 3 на 1,5, 3 на 2,5, 3 на 4, 3 на 4 круглый, 4 на 2,5. Ну, в принципе, можно сказать и про 2 на 1,5 плоский, но как бы все равно разделать можно. А вот, чего нельзя сказать о кабеле, о контрольном кабеле 4 на 1,5. Кабель круглый, расстояние очень малое, пятка сюда не влазит. И, в принципе, мне только лишь его не получилось разделать с помощью данного ножа. Это был мой обзор, мое мнение о данном ноже. Нож мне очень нравится, очень хорошо себя зарекомендовал для определенных марок кабелей. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. Кому понравилось видео, ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok